Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить организаторов этого конгресса в лице Светланы Анатольевны Проценко за приглашение выступить и принять участие в дискуссии, посвященной методам лечения меланомы сосудистой оболочки глаза. На первом слайде я хотел представить, чем мы занимаемся. Эта диаграмма показывает, что с помощью аппарата Гамонош мы лечим нейрохирургические заболевания. Меланома сосудистой оболочки составляет только 1% среди общей патологии, которой мы занимаемся. На это есть свои причины. Одна из них, как уже было сказано, это то, что это заболевание достаточно редкое. Существует большой арсенал средств, о которых уже подробно было сказано, которые применяются для лечения меланомы сосудистой оболочки. Важным вопросом является, кто определяет показания для радиохирургического лечения меланомы сосудистой оболочки. Так как мы не являемся офтальмологами, мы нейрохирурги, и Гамонош – это инструмент в руках нейрохирурга, мы лечим только тех пациентов, которых к нам присылают офтальмологи. Мы сами не определяем показания, не занимаемся отбором этих пациентов. Поэтому мы сотрудничаем с двумя группами специалистов. Это группа под руководством главного офтальмолога Ленинградской области Олега Алексеевича Синявского и группа сотрудников и последователей профессора Бойко Эрнеста Витальевича. Два слова про метод радиохирургии. Основоположником этого метода является профессор Ларс Лексел, который работал в Швеции в Каролинском университете. Профессор Лексел занимался стереотоксической нейрохирургии. Он создал свою стереотоксическую систему и в дальнейшем ему пришла идея совместить эту систему с ортовольтажной рентгенской трубкой. Дальнейшее развитие этой идеи привело к созданию компании Электа и созданию аппарата Гамонош. Гамонош. Здесь представлена одна из последних моделей Гамоножа. Представляет собой радиохирургическую установку, использующую 192 источника кобальта. Процедура лечения на Гамонож происходит следующим образом. Пациент укладывается на кушетку с жестко фиксированной головой, заезжает внутрь аппарата, где имеется система движущихся секторов и коллиматоров, которые формируют пучки различного диаметра. От источников кобальта все эти пучки сходятся в одной точке. И таким образом происходит покрытие опухоли, последовательное покрытие всей опухоли необходимой дозой. При этом лечение возможно проводить как одиночных, так и множественных образований. Радиобиологический эффект радиохирургии заключается в том, что происходит непосредственное летальное повреждение ДНК опухолевых клеток, а также большое значение имеют микрососудистые нарушения, связанные с апоптозом эндотеллицетов микрососудов. И в последнее время доказаны также эффекты в виде индукции противоопухолевого иммунного ответа. За три года нами пролечено 73 пациента с меланомой сосудистой оболочки глаза в содружестве с двумя бригадами офтальмологов. Здесь представлена общая характеристика пациентов. Необходимо обратить внимание на то, что никто из пациентов на момент лечения не имели отдаленных метастазов, и все пациенты имели хорошее состояние по шкале Корновского. Среднее время медиана наблюдения в нашей серии составила 20 месяцев. Процедура лечения на гамма-ноже заключается в нескольких этапах. Фиксация стереотоксической рамы, иммобилизация глазного яблока, стереотоксическая магниторезонанская томография, дозовое планирование, непосредственно сам сеанс, и контрольное МРТ непосредственно после процедуры для оценки смещения опухоли во время лечения. Так выглядит пациент с фиксированным глазным яблоком и стереотоксической рамой. Вы видите, что рама расположена несимметрично. Это не из-за того, что мы так криво ее одели, а связано с тем, что нам необходимо поместить мишень в центр стереотоксической системы, то есть в центр плоскости рамы, поэтому она сдвигается в сторону. Иммобилизация глазного яблока проводилась двумя способами. Первым нескольким пациентам проводилась иммобилизация с помощью ретро-бульбарной анестезии. И основной группе лигатурной фиксации за прямые мышцы. Для четкой визуализации опухоли использовались различные последовательности тонкосрезового МРТ. Примерно в половине случаев имело наличие отслойки сетчатки, которая в ряде случаев затрудняла визуализацию опухолей. Для этого использовались специальные программы МРТ. Здесь представлена характеристика опухолей в соответствии с классификацией КОМП. Но подавляющую часть наших наблюдений составили опухоли среднего и большого диаметра. Средний диаметр опухоли составил около 10 мм. По распределению опухолей в глазном яблоке подавляющую часть составили опухоли, которые располагались в заднем отделе глазного яблока. И почти у половины пациентов опухоль была расположена непосредственно в близости от макулы и дискозрительного нерва. Здесь представлен пример дозового планирования. Планирование на гамма-ноже является изоцентровым. В среднем использовалось 3 изоцентра. Доза по краю опухоли составляла 35 грей, 70 грей в изоцентре. Для защиты критических структур, прежде всего зрительного нерва, использовалась оптимизация распределения малых доз. Однако у 48 пациентов в связи с близкой локализацией опухоли к зрительному нерву это не удавалось. И зрительный нерв получал нагрузку выше толерантной дозы 8 грей. Однако интересным является то, что несмотря на то, что у многих пациентов где-то в среднем через 8 месяцев развивалась радиационно индуцированная нейропатия, у большей части больных все-таки сохранилось зрение больше, чем 0,1. Возможно, это связано с тем, что толерантность дистальной части нерва выше, чем это принято учитывать при нагрузках ухиазмы. Процедура проводилась с помощью двух моделей аппаратов. В более ранней модели части пациентов было на животе, с фиксированной рамой. И в модели перфекшн положение на спине. В среднем процедура занимала где-то около часа. Непосредственно сразу же после лечения мы делали контрольную магнитно-резонационную томографию, чтобы определить, не сместилось ли глазное яблоко и опухоль во время процедуры. И вот это исследование показало, что при применении только ретро-бульбарной анестезии в большей части случаев отмечалось смещение глазного яблока, то есть часть опухоли не получала необходимую дозу. Поэтому у всех последующих пациентов мы применяли только иммобилизацию глазного яблока за глазные мышцы. Это исследование достаточно редкое, так как даже в зарубежных клиниках часто используют методы фиксации, ну вернее лечение вообще без какой-либо фиксации, скажем так, с фиксацией на световую метку и так далее, что в принципе является ненадежным способом. Сохранение глаза удалось достичь у 96% пациентов, при этом у половины, почти половины пациентов острота зрения была больше, чем 0,1%. В дальнейшем все пациенты, естественно, наблюдались офтальмологами. 38 больным была выполнена эндорезекция и блок экстезия. 32 продолжили наблюдение в режиме монотерапии. И трем пациентам пришлось выполнить инокуляцию с развитием токсического синдрома опухоли. Отдаленные метастазы были отмечены у двоих пациентов. Здесь представлен контроль МРТ у пациента, которому проводилась монотерапия. Контроль МРТ пациенту после эндорезекции. После эндорезекции, естественно, выполнялось гистологическое исследование, которое показало признаки наличия лучевого патоморфоза в опухолях. Наши данные, на самом деле, сочетаются с данными мировой литературы, так как лечение меланомо-сосудистой оболочки на аппарате Гомонош проводится уже 20 лет в мире. В том числе были проведены исследования, которые сопоставили результаты применения гамма-ножа и протонного пучка. И они показали, что разницы в результатах нет. В заключении, надо сказать, что основой для применения этой методики является наличие хорошего взаимопонимания между специалистами разных специальностей, что очень трудно достичь. И в том числе это ограничивает применение этого методика даже в западных клиниках. Это самое главное. Спасибо за внимание. Спасибо.